ребят привет в сегодняшнем видео мы хотим рассказать о том как вообще мы здесь оказались из чего все начиналось как бронхиальная астма может привести к кругосветному плаванию и как детские мечты воплощаются самым неожиданным образом но уже в сознательном возрасте на самом деле я думаю в нашей большой детской мечте скрыта наша уникальная одаренность потому что не зря бог метит тебя в детстве еще чем-то от чего у тебя горят глаза бьются сердце и фантазии твой несколько лет вот тех самых лет взросления посвящены какой-то одной главной большой теме которая тебя заряжает вдохновляет вот это вот все неспроста и у нас в жизни это все получилось именно потому что вот тогда в детстве 8 лет бог пометил меня и дал мне книгу дети капитана гранта иногда казалось бы даже самые неразрешимые проблемы даже вот такая серьезная проблема со ребенка когда я прочь или инвалидность она фактически открывает возможности новые и открывает такую дверь в новый мир в котором можно все это исправить и значительно продвинуться на пути роста каждого из нас как личности в принципе вся наша история характеризует фразу нет хода без добра потому что путь нашей кругосветки начался с очень неприятных событий у нас заболела настя ей было чуть больше полутора лет когда они начались приступы затрудненного дыхания но и которые в общем-то перерастали в астматические приступы и самостоятельно не снимались то есть мы проводили много времени в больницах у подъезда часто стояла скорая помощь я вздрагивала от каждого телефонного звонка жили в новосибирске занимались достаточно успешно бизнесом было все в порядке благосостояние в офисе проводили там по 6 а то и по 7 дней в неделю вот это приносило свои плоды конечно но про путешествие и про отдых мы тогда даже не думали то есть нам было интересно и нас прямо вдохновляло то что мы делали но случилось так что большие деньги или там средние деньги как можно в нашем случае сказать они не принесли большого счастья скорее даже наоборот у нас были достаточно плохие отношения в семье настены приступы становились все хуже регулярнее сильнее и какие бы ни применяли мы методы традиционного лечения ничего не помогало я помню как все время мне было страшно во первых то что это начнется вот даже сейчас сейчас я живу не бывает какая-нибудь простуда я все время боюсь что это перейдет сюда что я начну хрипеть я начну задыхаться хотя вроде бронхиальная астма уже отступила то есть осталось только аллергия на кошек но страх у меня просто до сих пор такой остался вместе с мариной увозили в больницу по скорой там чуть ли не раз в неделю в возрасте 3-4 лет они провели в больницах наверно полгода в общей сложности но и мы на самом деле параллельно сразу стали искать какой-то выход мы перерыли весь интернет в поисках какого-то иного способа вылечить ребенка потому что мы не могли смириться в отличие от большинства мам которые лежали с детьми в подобном состоянии с нами в больнице мы не могли смириться с тем что это навсегда что ребенок идет семимильными шагами к инвалидности мы теперь будем обречены на то чтобы все время при нас были лекарства и базовая терапия два раза в год минимум и вот это вот вся жизнь стала бы регулярно и подогнаны под диагноз то есть с ежедневным мытьем полов по два раза в день с отказом от привычных каких-то радости путешествий на вечной диете и в вечном вот этом страхе что вот-вот может что-то случится и ребенок снова начнет задыхаться традиционная медицина нетрадиционная медицина восточная счастье нашли метод бутейка метод волевой ликвидации глубокого дыхания и он в купе с нашими другими действиями смог поставить настю на ноги и полностью излечить я помню как меня заматывали бинтами чтобы я не дышала глубоко то есть надо же чтоб тихо-тихо как мышка ты дышал меня перематывали чтобы к легке не расширялись сильно а я выучилась на этих курсах чтобы заниматься с ребенком настя была еще на тот момент маленькая чтобы приходить учиться и мы начали внедрять вот эти меры которые положены в методе волевой ликвидации глубокого дыхания направлено на то чтобы ребенок не раздышался чтобы не хватать много воздуха вот а все время немножечко немножечко сокращать объем вдыхаемого воздуха и постоянно за этим следить но плюс тренировки специальные и следующим шагом было действие андрея когда вместо того чтобы ехать нас вызывать скорую помощь и ехать в больницу во время приступа насти мы с андреем из насти поехали в горный алтай он просто посадил нас машину фактически и сказал все мы едем на алтай я говорю куда мы же там никого не знаем мы надю знаем сказал андрюша и надя была та женщина у которой мы четыре года назад снимали комнату буквально на одну ночь и собственно на этом наше с ней знакомство закончилось и вот мы приехали на алтай фактически к чужим людям семью в которой прожили практически три года после того как вот приехали на выходные жили душа в душу и вот этот период жизни на алтай жизни в этой замечательной семье саша и надя отогрел нашу семью он в общем то вылечил и морально и физически не только настю но нас всех и вот в итоге мы собственно возвращаясь каждый раз в новосибирск снова ловили вот этот приступ снова было у насти ей было нехорошо и мы понимали что ребенка надо везти обратно на алтай потому что там и лучше и морально и физически есть где гулять мы гуляли по четыре часа каждый день невзирая на погоду но если это было лето то практически все время находились на улице даже спали но и занимались сделали упражнения и вот это вот все вот на перемежаясь какими-то хорошими периодами плохими периодами вот это вот все нас вывела на какой-то другой уже образ жизни мы из новосибирска перебрались в деревню в горном алтае и это было началом нашего пути в кругосветное плавание когда мы вместо зарабатывания денег вместо переезда в москву из города миллионника уехали просто в деревню в которой живет две с половиной тысячи человек приехав на выходные мы остались на несколько лет и потом купили соседний участок с надей сашей кто из-за чего покупает участок а мы купили за соседей потому что вот дальше от них отходить не хотелось хотелось жить прямо одной большой дружной семьей мы построили наш пряничный домик из кедра проектировали придумывали его сами сами украшали с таким счастьем у нас было все это произведено таким счастьем были наполнены дни и годы жизни в нашем пряничном домике что вот теперь это то самое место силы в которой нам всегда хочется возвращаться и вот в этом пряничном домике происходило продолжение исцеления насти от бронхиальной астмы и именно там мы уже задумывали свой кругосветный маршрут и можно сказать что именно оттуда мы отправились в свое кругосветное плавание на парусной яхте очень трудно заниматься методом бутейка потому что делать вот эти паузы задерживать дыхание дышать тихо-тихо и причем как бы ты сразу не видишь что это тебе помогает и поэтому еще сильнее не хочется начинать и но результат сразу ведь не видно однажды я вспомнила что в детстве я была здорово как бык потому что мы выезжали часто меня вывозили на море и вот на зимний период мы стали ездить в юго-восточную азию в таиланд ну и там ближайшие страны все объехали вот за те семь лет когда мы там зимовали и это было еще одним шагом к нашему кругосветному плаванию на парусной яхте хотя мы тогда даже еще об этом не подозревали было очень трудно себя заставлять дышать тихо делать все эти паузы это было просто мука для меня я думаю только это мне и помогло ну конечно еще чистый воздух если бы не не вот такой вообще образ жизни не если бы меня не вывозили на море если бы родители не стали искать выход наверняка я бы сейчас жила на гормонах там на чем на препаратах и вся жизнь была бы этому подчинена и я считаю что метод бутейка просто спас меня 6 полных зим мы провели в таиланде и надо сказать на море настя никогда не было плохо ни разу не было приступа затрудненного дыхания у нее на море и вот собственно таиланд начал менять наше сознание вообще в другую сторону андрей начал учиться на севере таиланда у мастеров севера оздоровительным практикам и другим вещам мы с настей оздоравливались около моря и и вот однажды на самом южном тайском острове маленьком островке колипи мы увидели то что изменило нашу жизнь навсегда в другую сторону пошла просто дорога совершенно мы увидели объявление прибитая к пальме написано от руки возьмем в экипаж яхты от двух до четырех человек едой топлива вскладчину пройдем около двух тысяч миль по филипинским островам и вернемся в таиланд несмотря на то что мы уже путешествовали по миру мы с андреем вообще не подозревали что на парус на яхте небольшого размера можно вообще выйти куда-то дальше чем прибрежные зоны или такие внутренние акватории и мы друг на другу стрельского чего так можно после этого просто начался такой хохот с мечтами и рассуждениями на тему что когда мы выйдем на пенсию лет через 20 то купим яхту и отправимся в кругосветное плавание ха 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 и вот на этом закончилось наше знакомство вот с этим миром паруса через вот это объявление прибитая к пальме но на самом деле ростки были пущены именно тогда потому что прежде когда мы росли на книгах жуля верна в частности приключенческой литературе мечтали и грезили о парусных каких-то походах у меня все стены детстве были завешены кораблями парусниками я их выжигала рисовала в каждой тетрадке на уроке когда было нечего делать нужно было отвлечься у меня везде появлялся кораблик ну то есть я вот прямо этим грезила миром но это было сродни фантазии то есть я не не представляла что вообще возможно в моей жизни будет вот такое вот когда мы пойдем на парус на яхте да еще и вокруг света и вот тот момент в таиланде он все изменил сознание и не прошло и года как на в таиланд опять же приехал наш друг димка который покупал в новосибирске яхту и тут таиланде обнаружил что можно точно такую яхту взять на день в чартер с капитаном и он позвал андрея с собой прокатиться на такую прогулку выходного дня после этой прогулки не прошло и двух месяцев как андрей сказал ну что ж чет я решил в парусной школе поучиться поеду-ка я в черногорию и через неделю он обложился учебниками вот в этой всей теории нужно было набрать по максимум потому что там брали уже немножечко не с нуля и уехал на две недели через две недели стал счастливым обладателем шкиперских прав и очень быстро как андрей только один умеет очень быстро погрузился вот в этот мир парусной жизни он сразу попал в команду которая участвовала в регатах средиземном море в северном море сразу занялся перегонами яхт и вот на протяжении полутора лет после шкиперской школы он вот в этом вот во всем крутился но уже буквально через полгода даже меньше после того как андрей выучился на капитана мы решили попробовать семейный яхтинг взяли яхту в чартер на канарских островах и за две недели обошли 5 из 7 крупных канарских островов при том что ладе было полтора года она была еще грудным младенцем а я за неделю до выхода сломала руку и в общем со смещением попала на операцию две спицы и вот с этим вот всем багажом вот так вот неся руку в одну в другой руке каким-то образом неся грудного ребенка мы вы поселились на яхту 38 футовую и вышли в океан и вот это вот переходы эти там были сложные моменты особенно самый длинный переход у нас был меньше суток но тем не менее он был такой по довольно бурным волнам у канарских островов вообще есть зона усиления ветра есть довольно сильные бурные места участки особенно когда ветреная погода и вот несмотря на эти все сложности мы так поняли что но ничего вроде нормально можно жить и через год ровно через год в октябре месяце мы купили нашу леди мэри вот эту самую яхту на которую уже переехали в зимний сезон именно в зимнем сезоне нам нужно было быть где-то на море они в сибири чтобы насти не было опять плохо и поэтому наш первый выход в океан на своей яхте и первый опыт жизни пришелся на зимнее средиземноморье и вот до сих пор несмотря на то что мы уже прошли антарктику мы с горн самые казалось бы жесткие вообще места планеты самые штормовые а вот та первая зима средиземном море но собственно и вторая тоже они были вот для меня лично самыми сложными моментами почему парусная яхта да потому что мы поняли что паруса это такой двигатель который не требует топлива и мы уже вкусив свободные путешествия когда мы перемещались фактически с рюкзаками без всяких ограничений были сами себе хозяевами гидами путеводителями и организаторами и мы поняли что вот на парусной яхте мы можем достигнуть любого уголка планеты ну а когда мы уже начали жить на яхте мы уже понимали покупая ее что мы покупаем ее не просто так что мы обязательно закончим вот это хождение по внутреннему морю и закончим его уже на второй год выйдя в атлантический океан просто переехав жить на яхту конечно ни о каком кругосветном плавании мы особо и не думали так где-то задумывались но понимали что мы к этому абсолютно не готовы и вот наши два года хождения по средиземному морю когда мы получили опыт и штормов и шкалей и некоторых поломок и опыт разрешения вот каких-то ситуаций с поломками психологических проблем на яхте то есть мы поняли что можем двигаться дальше флантический океан мы выйдем для чего для того чтобы идти на запад по следам колумба мы знали что мы пойдем в кругосветное плавание но мне это далось очень тяжело потому что было очень страшно следующий шаг нашей эволюции как яхтсменов как путешественников явилась наше плавание вокруг света на яхте и вот мы уже почти обошли вокруг света сейчас находимся в западной австралии и пряничный наш домик до сих пор манит нас хочется оказаться снова в той атмосфере и там планировать мечтать думать о том как это будет чего-то бояться из чего-то выбираться потому что для меня это решение было очень стрессовым пойти в кругосветное плавание особенно вместе с детьми и вот первые две зимы это было просто сплошная мука когда я стояла на грани между тем чтобы следовать за своей мечтой и тем чтобы вот оставить это все забить и и вот чтобы не не было больше так мучительно страшно больно плохо от морской болезни и вот это все и я не знаю что сподвигло меня на то чтобы все-таки решиться но с другой стороны другого варианта быть не могло потому что когда ко мне пришел жульвер и сказал слушай мать ты мечтала в 13 лет серьезно до 13 лет менее серьезно ты маршруты все эти рисовала ты карту миру до сих пор по памяти пишешь ты как как ты сейчас вот что из-за морской болезни за вот этого страха и одиночества из-за того что под тобою бездна и ты одна в море с детьми и никого нет никаких туристов там с катамаранами и прочими надувными матрасами бананами и ты вот из-за этого сейчас возьмешь и откажешься и снова вернешься на сушу ну а когда андрей начал вторить жули верну и говорит марину а чё теперь то сейчас теперь что на сушу вернемся мы правда мы продадим сейчас яхту а как быть то теперь марин и мне так неловко перед ними двумя стал вот если кто-то один стоял у меня за плечом или передо мной это еще какой-то другой разговор а когда их было двое жульверный андрей я вот потом рассказываю андрюхи что говорю знаешь если кто-нибудь меня спросит кто изменил твою жизнь я скажу жульверный андрей грито я вернули ты тоже ты и жульверный вот это два человека которые направили на меня вот и нас всех в кругосветное плавание на парусной яхте именно благодаря им мы сейчас идем вокруг света благодаря андрюхи такому решительному который смог со всеми моими страхами как-то ужиться справиться и повести вперед и благодаря жульверный который вдохновил меня а через меня и андрюху вот на это вот плавание вокруг света это очень круто исполняйте мечты ребята исполняйте мечты это надо если страшно но хочется надо туда идти надо делать становиться выше становиться сильнее этого потому что большая мечта дается не просто так все непросто все непросто это очень классно подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик я не знаю где колокольчик поэтому где-то вот чтобы не пропустить новые видео и лайки и делитесь друзьями если вам интересно наша ура ура а и и Продолжение следует...